Приветствую! Аньо хасио! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня у нас на повестке дня польский бюджетный бренд Блэс Бьюти. Мы с самым милым, немножко мурчащим котом на свете подготовили для вас элегантный образ в холодных оттенках смоке айс. Если вам интересно посмотреть, как все наносилось, желаем вам приятного просмотра! Итак, ребят, к нам снова вернулись мои неуправляемые волосы. К сожалению, когда погода становится более или менее дождливой, влажность повышается, у меня на голове происходит просто черт знает что. Они как будто и не мытые вовсе, хотя я их мыла с утра. Знаете, вот это состояние, как будто коровушка облизала, и сухим шампунем каждый день как-то не хочется это все сбрызгивать, чтобы какой-то объем добавлялся. Поэтому вот такая немножко облизанная коровушка перед вами сижу. И на повестке дня польский бренд Блэс Бьюти. Но, к сожалению, не все продукты произведены в Польше. Будем сейчас выяснять, что где сделано. И также у нас будет помада от Изабель Дюпон. Вы очень настаивали, чтобы я попробовала что-то от этого бренда. И там тоже занятная история, потому что, как вы знаете, Изабель Дюпон принадлежит к производству Гис Косметикс, которые, да, да, те самые, которые делают Лорену Бьюти. Или хотя бы должны делать, как заявлено на сайте Простора. Потому что Лорена Бьюти – это private label сети украинских магазинов Простор. И в интернете, если вбить вообще и про Лорену, то выбивает огромное производство Гис Косметикс, какие бренды туда входят, а Гис Косметикс вообще делается в Турции. Вот эти все запутанные махинации. Я дожилась до того момента, когда ищу для вас информацию про бренды и часто сталкиваюсь с тем, что ожидание – реальность, причем такое 200%-ное. В интернете пишут одно, на сайт – другое. Когда я получаю косметику на руки, то я просто, знаете, такой обман в подарок. Поэтому все нужно перепроверять в этой жизни, к сожалению или к счастью. Ну, по крайней мере, я для вас это делаю. Так, давайте не буду вас затягивать, не будем слишком много болтать. Покажу, что нас сегодня ждет. Вот такая палеточка теней. Это серия Color Brick. Все от Blast Beauty, как вы понимаете. Очень симпатичная. У меня пятый номер. Решилась я на тональный, потому что все-таки раз Польша, а с Evelyn, например, у меня прям очень хорошие отношения складываются, в том числе с тональными, не только с тенями. Поэтому у меня как-то душа заведомо Польше доверяет, так скажем. Поэтому захотелось попробовать. Плюс отзывы на этот тон были неплохие, а цена уж тем более хорошая. Также помада, но я ее наносить не буду. Я вам просто покажу свотч, потому что я абсолютно попала мимо цвета. Не совпадение на сайте Makeup оттенка и то, что мне пришло. Я прям не знаю теперь, что с ней делать. У меня 01 цвет Pink Satin. И он просто отвратительный. Это какой-то такой персико-коралловый оттенок, который на губах. Я вообще боюсь представить, кому может быть красивый. То есть это разве что как стрелочка использовать или как подложку. Но я бы не рискнула это на глаза наносить, потому что я пробовала это поносить на губах просто дома, потому что на улице, повторюсь, в этом выходить нельзя. Едешь у прохожих, сама себя испугаюсь и в зеркало гляну. Она очень стойкая. То есть формула мне понравилась. И, к сожалению, просто оттенок не такой, какой бы мне хотелось. Я думала, что это будет немножко умерла. Знаете, вот этот мертвый на бледно-розовый такой трупненький. Но нет, это прям какой-то барби персик непонятный. И формула, повторюсь, клевая. Она прям тоненькая и железобетонная. Я ее еле и салфетками, и мицелляркой оттирала. Поэтому, в общем, вот такое вот. Когда я увидела, что оттенок от Блэс мне не подходит, я решила для этого обзора докупить помадку от Изабель Дюпон. Ее я смогла потестировать в Еве. Выбрала себе адекватный оттенок, на мой взгляд. Я так понимаю, что это либо 909, либо 606. В общем, я все прикреплю. И здесь формула Well With Matte Lip Cream. Тоже уже пробовала. Она достаточно стойкая, но застывает чуть-чуть долго. То есть нужно будет с ней посидеть. В целом, на сайте Makeup есть, что выбрать от этого бренда. Я решила сама с ним познакомиться и вам рассказать, что же это такое появилось. В магазинах я точно не видела у нас пока что. Если, возможно, в вашем городе продается уже где-то Блэс Бьюти, можете рассказать в комментариях. А я к вам приближаюсь и будем сразу наносить. У меня уже сделаны брови, ребят. И нанесена капелька консилера, чтобы не пугать вас моим видом. И, как вы заметили, мы сегодня не одни. И я вообще не знала, что в таком месте может что-то выскочить. Вот с нами новенький дружочек у меня на веке. Как мы его назовем? Давайте придумывать имя нашему малышу. Знаете, всегда можно к таким ситуациям, когда вот что-то такое вскакивает, относиться с юморком. Давайте назовем его Сережей. Что-то я вообще постоянно к этим Сережам, не знаю, прикипела. У меня как не дракончик, то Сережа и Илья, так вот это тоже пускай будет Сережа. Хотя нет, нехорошо. Не люблю, когда одинаковые имена. Пусть будет Александр. Все вот. Александр Македонский, знаете, великий. Вот и у нас прям, чтобы отвлекать, видимо, внимание, будет Александр. Так, смотрите, что мы делаем. Я хочу поработать с палеткой. Как всегда, вначале я сделаю глаза и потом уже лицо, потому что мне не нравится осыпание, как-то там переживать за них. Я вначале лучше сделаю глаза и спокойно потом нанесу тон. К сожалению, в интернете вообще было очень мало информации о Блэс Бьюти. И максимум, что я нашла, я вообще, если честно, разуверилась найти хоть что-либо про них, по крайней мере, на русском языке. Ну, или украинском я и в этом плане. Наверное, на польском там что-то может и есть, но я аж польского не знаю. И нашла только их официальный Инстаграм, по крайней мере, они так говорят. То есть представительство. И, в принципе, там я тоже особо ничего не вычитала интересного. Будем отталкиваться от того, что написано на упаковках. Я думаю, этого нам, как потребителям, вполне достаточно. Итак, палетка теней у меня Color Brick Eyeshadow Palette. Здесь 11 оттенков. Из них 2 только матовых. И 1,12 оттенок. Это не оттенок, это праймер. Причем он достаточно неплохой. Это не какая-нибудь гадость, которую, например, в Рубероу сложат, потому что там прям какая-то странная жижица, которую они именуют консилером. Здесь все очень недурно. Как вы видите, свочи тоже прям мощные. Я бы сказала, что очень даже приятные пользоваться. Отлично переходит пигмент. То есть у меня к ней не было бы вопросов, если бы Блэс Бьюти не заявлял, что у него как бы все польское. И тут мы переворачиваем и читаем, что сделано по заказу Блэс в косметикс Полланд, но произведено в Китае. Потому что я подозреваю, что Ксин Роуд явно не в Польше находится. Ксин попахивает, да, Китаем. И написано, что дистрибьютор в Украине и офис в Киеве. И, в принципе, на этом все. То есть здесь нету ничего такого, что где произведено, типа, в Польше. Просто произведено на заказ. Мне хочется сегодня, учитывая по цвету моей кофточки, которую вам, как всегда, в кадре не видно, вот этот спорник мы пока отложим, обыграть с вами вот этот оттенок, потому что он отличается по качеству от всех остальных. Мне кажется, он самый тут шикарный. Он прям такой рыхленький будет, мне кажется, очень насыщенный. И фиолетовый, наверное, с дуахромом. Потому что дуахромчик очень похож на то, что мы находили у Глэмби тоже. Ну, то есть этот оттенок, знаете, не впервые пробуют. Это то, что белым кажется. И на коже он раскрывается в розовый. Вот эти всякие классические истории, где бронза. Ну, боже, сколько макияжа можно делать от этих теплых. Нет, они тоже имеют место быть. И тем более они очень многим подходят. Но когда тут есть такие более интересные оттенки, смысл нам залазить вот в какую-то там рыжину. Поэтому мы сегодня будем делать что-то наподобие смоки. Учитывая, что даже на ощупь палетка очень пигментированная, я не думаю, что стоит переживать о работе на глазах. У меня прям хорошее предчувствие. Я надеюсь, что мы сейчас получим удовольствие от макияжа. И для начала я сделаю подложку. Потому что я всегда смоки делаю на какой-либо подложке. Либо на карандашной, либо на жидкой. И сегодня я хочу воспользоваться тенями от Luxe Visage серии Metal High потеночек 12. Сейчас быстренько нанесу на веки. Они фиксируются. Поэтому я сейчас сделаю себе базу и быстренько к вам вернусь. Ну, что-то вроде такого у меня получилось. Я просто себе наметила форму. Поэтому я не сильно переживаю там за границу или за еще что-то. То, что мы сейчас все будем перекрывать тенями. Мне кажется, что тут достаточно пигментации, чтобы сделать то, что я задумала. Итого, начнем мы, конечно же, с вот этого самого интересного оттенка. Он похож на то ли гранитовый, то ли цвет асфальта. Именно, знаете, когда дождь прошел, он немножко так переливается. Я возьму прям вот этот спонжик, который идет в комплекте. И буду натаптывающими движениями наносить это на глаз. Я переживала на секундочку, что оттени не перекроют люкс-визаж. Но я, видимо, зря переживала. Здесь действительно очень мощная пигментация. Смотрите, насколько у люкс-визаж и так есть свой оттенок. И тени от Блэс Бьюти ложатся прям своим оттенком. Круто же, мне прям нравится. Ну, конкретно вот этот графитовый. Очень мощненький. Я использовала эту палетку и в других макияжах добавляла, тестировала. Именно рыжеватые, золотистые, просто на каждый день. И тоже была ей крайне довольна. То есть, не обязательно вот эту палетку использовать как-то очень ярко, такими притаптывающими движениями. Можно и пушистой кистью наносить. И тоже очень симпатично получается. Осыпания, конечно, были. Мне пришлось их убрать. Но при такой пигментации, мне кажется, вполне адекватно осыпание. Потому что, чем более пигментированный оттенок, даже самые дорогие тени, все равно сыпятся. Именно поэтому я при таких макияжах вначале делаю глаза, а потом тон. Какой же нам цвет с вами выбрать для подвижного момента? Я думала, конечно, фиолетовый или розовенький. Нет, фиолетовый интереснее. Давайте фиолетовый положим на вот этот праймер, который здесь нам предлагают. Вложу в праймер. И в теории, где у меня должно быть Halo Eye или намек на Halo Eye, я себе тут это намечаю. Потом сразу беру тем же пальцем, не отходя от кассы, потому что я не знаю, этот праймер застывает или нет. Набираю активно прям True Refill фиолетовый. И сюда прикладываю, чтобы у нас все, вау, совместилось. Очень-очень круто это выглядит. Блин, какой крутой фиолетовый, ребята. Эта палетка просто не очень дорогая. И, конечно, здесь не какая-то суперкрасивая упаковка, но работает, это же бомба. Я в шоке с Блэс Бьюти. Спасибо Инстаграму, что однажды порекомендовал мне чей-то пост. Я там увидела, собственно, эти палетки. Думаю, все, надо бежать на мейкап, тоже себе заказывать. Помимо фиолетового я добавила под бровь активно хайлайтер, чтобы немножко тушевка смягчилась. И я очень сильно довольна происходящим, конечно. Давайте уголочек высветлим оттеночком доохромным. И он очень меловой, если его использовать без подложки. Поэтому я сейчас возьму какую-нибудь кистюлю, но чтобы не пачкать спонжик, наберу этот праймер кистью и намечу себе место, где у нас будет уголок подсвечен. Сначала праймер, причем так обильненько, потому что мне хочется прям хорошо подсветить эту зону, чтобы не было так мрачно, а так интересненько с завлекалочкой. На спонжик я набираю доохромный оттенок и пришлепываю сюда. Ой, ну красота, красота, не могу. Ребят, я честно вообще сюда больше ничего не хочу добавлять, потому что это очень красиво. Мне нравится финиш этих теней. И вообще у нас получился какой-то то ли хвост павлина, то ли чешуя дракона, не знаю, очень мне нравится. И оттенок графита, вы видите, как он играет на коже. Он не просто какой-то серый, это такой, не знаю даже, ну не то что доохром, но в нем однозначно есть какие-то светоотражающие частички, которые делают его более интересным, чем он кажется в палетке. Фиолетовый тоже очень классный, но круто, что они подумали за нас. И возможно, кому нравится поярче, как мне положили вот этот праймер, он тут действительно нормальный, не вазелиновый, на него классно липнет оттенки, и века вообще не утяжеляется, века не жуется. Давайте, не знаю, добавлять какой-то глиттер или не добавлять. Нет, наверное, не буду. Мне прям действительно нравится, как выглядят сами тени, поэтому сейчас я нанесу тушь и вернусь, чтобы мы с вами попробовали тональный. Несла в слизистую еще карандашик фиолетовый, чтобы еще более углубить взгляд. И переходим к тону, ребят, у меня на него большие надежды. Я не уверена, что я угадала с цветом, но я взяла вроде самый светлый, 01 light beige, и он на основе водички. Тут на первом месте вода, поэтому он заявлен great skin, и вроде матовый, да, мат финиш, большими буквами написано, куда смотрю, непонятно. И он произведен таки в Польше, то есть нас Blast Beauty не сильно расстраивает, хоть палетка и в Китае произведена, все-таки свое производство у них есть, и тональный уже сделан в Польше. Должно подойти не только жирненьким, но и другим типам кожи, но здесь контроль себума заявлен, опять-таки просто заявлен, и полное покрытие. Что ж, давайте пробовать. Пробовать здесь нету пленочки, хотя, потому что она и была, я просто давно это купила, я не помню, если честно, пробовала я, не пробовала, я почему-то очень долго откладывала этот обзор. Так, ну, такая средняя плотность, видите, он абсолютно не течет, особо ничем не пахнет. Сейчас я себе повыдавливаю, и будем разносить пальчиком на скальную живопись. Все, как всегда, не меняем традиции. Думаю, самое логичное наносить, когда вы пробуете что-то новенькое, так, как вы наносите что-то, к чему вы привыкли. Тогда вы будете понимать, знаете, ну, вы же, например, то, что вам нравится, наносите там кистью или спонжем. И логично новое тоже пробовать, так, как вам нравится, чтобы понимать, что не в методе, например, проблема, а в самом продукте. Ну, потому что вы, в любом случае, уже привыкли и знаете, как вам лучше. Давайте спонжем попробуем разносить. С оттенком, мне кажется, все отлично. Он светленький. Так, запах продолжает отсутствовать. Это очень приятно. Мне не сильно нравятся сейчас парфюмированные отдушки в тональных. У тебя раньше как-то было к этому вообще равнодушно. Сейчас мне все-таки больше нравится, когда отдушки нету. Ну, на лето, наверное, когда жарко, в любом случае наличие отдушки это не очень хорошо, потому что, знаете, и так жарко, всем дурно, и еще что-нибудь там поднос будет пахнуть. Слушайте, а мне нравится, как сейчас что-то происходит. Тут, правда, мне кажется, начинает сразу окисляться. У меня светлая шея. Смотрите, вот место, где я нанесла, повторно там прикладываюсь, и немножко уже, конечно, кожа более темная, чем там, где я просто сразу наношу. Нехорошо облазбью. Ладно, сейчас я дораспределю, и тогда будет более что-то понятно. Я тут решила себе поднаслоить во второй слой вместо консилера, потому что тон реально очень приятно себя ведет на коже, и я ошибалась, он не окисляется, он, наоборот, подстраивается, то, что сейчас я вот стягиваю на шею, и не вижу каких-то суперрыжих полос. У меня сейчас кожа прям страдает, как мое душевное состояние, так и моя кожа. Но это вообще нормально, ребят, когда у вас стресс и вас сыпет, то, как бы, перестаньте стрессовать, кожа лучше станет, а если не можете, то, вот как и я, миритесь с прыщичками. Не знала, как назвать прыщики, прыщички, в общем, с акне. Поэтому, в принципе, перекрывает отлично, и на мне сейчас хорошо видно, что действительно тут фактически фулл каверидж. Текстуру он не убрал, но матовые тональные обычно подчеркивают текстуру, они убирают ее, так что все с этим ок. Единственное, что я все жду, когда же он заматируется, но тут нету какого-то прям сильного матирования, и видите, у меня все равно есть мой блеск такой ближе к натуральному покрытию, я думаю, то есть он не сияющий, но и не суперматовый. Зато покрытие супер, он тоненько ощущается на коже, и меня поражает, что у него нет аромата. Ну, учитывая его стоимость, я могу вам реально советовать этот тон. Я, конечно же, его еще поношу, но первое впечатление очень положительное, потому что зачастую как-то повелось у меня на канале, что если я пробую что-то дешевое, то, конечно, потом какой-то тихий ужас, но нет, я прям радуюсь, не знаю, зачем я продолжаю избивать себя спонжем, но пока все отлично. Ребят, я отходила, потому что муж мне принес кофеечек, давайте я за вас подниму свой, а что он принес, я не знаю. Капучино, судя по всему, и тут вроде как клубничный сироп, неожиданный выбор, но я ценю его. Но пудриться я все равно буду, потому что я пудрюсь всегда, и по польской традиции обратимся к Эвелин. Я возьму персиковую пудру, я хочу ее добить, потому что у меня лежит еще банановая, я не использую спонжик, я его всегда вытаскиваю, и в крышечку себе насыпаю. Мне не хочется прям сильно мотироваться, потому что тональный действительно как-то немножко уселся, поэтому я вот чуть-чуть себе набрала, и немножко пройдусь, особенно по Т-зоне, потому что сейчас на улице жарковато, мне еще потом в магазин идти, но пойду-то как красивая, за продуктами, хотим вечером с мужем сделать салатик, что-то меня на готовку, ребят, поперло, хотя я не из тех жен, которые там стоят много у плиты, у меня на самом деле муж просто очень-очень вкусно готовит, и я больше, знаете, всякие там сэндвичи, перекусы, вот в этом я профи, там яйца у пашот, все дела, болу там всякие, но какие-то такие основные блюда, там мясо, к примеру, то делает, ну не я в общем делаю, реально не могу наглядеться на этот макияж глаз, конечно, если бы у нас не было вот этой вот маленькой красоты, было бы еще лучше, но живем с чем живем, давайте наконец-то переходить к помадам, давайте я вначале вам расскажу про вот это недоразумение, и потом нанесем изобальдюпон, я ее наносила, поэтому я знаю, что она очень перекрывающая, и не стесняясь, уже подготовила губы карандашом от Vivienne Sabo, что насчет помады от Bless, она, конечно, очень симпатичная, в плане флакончика, знаете, такая, ну совершенно обычная, пахнет она не очень приятно, чуть-чуть химозная, и чуть-чуть сладенько, цвет, это могла бы быть идеальная, какая-нибудь кремовая подложка под малиновый макияж, но, ребят, эта помада, когда застывает, она становится просто термоядерная, ну то есть в хорошем смысле, для губ, конечно, вы будете кушать, вы будете есть, там пить, я не знаю, у вас она никуда не денется, но, ну за что, я не понимаю, вроде бы я смотрела свочи в комментариях, в отзывах на мейкапе, вроде бы я так и в интернете прошерстила, но я была уверена, что это другой цвет, и, к сожалению, вот мне попался вот такой термоядерный розовый, поэтому я его точно не хочу использовать, но формула хороша, возможно, я потом от Bless просто возьму что-то другое, давайте пробовать Изабель Дюпон, здесь, как я и говорила, Гис Косметикс, произведена именно Турция, в кои-то веки я нашла реальный Гис Косметикс, без Китая, в Стамбуле делают эту помаду, и мне она, если честно, не очень понравилась, Изабель Дюпон, производится, по крайней мере, именно эта помада, на заказ Евы, для территории Украины, и, не знаю, ребят, что не так с этой помадой, если честно, она вроде бы стойкая, она вроде бы красивого оттенка, блин, я реально не знаю, это 606 или 909, напоминает ужасную помаду от Мак, которая для сетевого магазина Watson сделается, здесь более такой конфетный аромат, чем у Bless, мне кажется, хотя нет, на самом деле такой же химический, она очень текучая, то есть, если я ее сейчас переверну, давайте сделаем смертельный номер, будет то же самое, что из Мак, да или нет, но она мне, короче, первый раз вытекла, возможно, эта проблема не самой помады, что она лежала, потому что, почему я вообще до этого не хотела пробовать Изабель Дюпот, у меня такое чувство во всех стендах в Евы, где я ее видела, что она какая-то подлежавшая, там везде все такое грязное, эти тестеры валяются, не знаю, проблема отделения, где я находилась, вся косметика, которая именно запакованная, тоже выглядит так, как будто она, как бы, не первой свежести, тут есть вообще дата производства, в 19-м году она сделана, ну, конечно, уже как бы 2021, написано, что последняя дата, когда можно ее использовать, это ноябрь 24-го года, но в любом случае, 19, 20, 21, ей помаде 3 года, поэтому, конечно, она и залежалась, я когда открыла, на меня вылилась она прям, видимо, там какой-то конденсат, или расслоилось масло, и все, сейчас она, конечно, уже не течет, и слава богу, потому что я, естественно, боялась ей пользоваться, так что, я не знаю, ребят, чем вам так нравится Изабель Дюпон, или чем вызван ваш интерес к ней, сейчас я все зеркальце поправлю, меня вообще не впечатлило, здесь, конечно, цвет приятный, но я его выбирала по тестеру, возможно, в других Евах просто, как-то посвежее завозят, у меня что-то все такое, не первой свежести, вот, помадка, ну, я бы не стала брать, давайте так скажем, если бы не нужно было для обзора, я бы ее не купила, она уже по тестеру было ясно, что она какая-то такая себе, тот же Блэс меня впечатлил больше, учитывая, что оттенок там ужасный, цвет, конечно, к этому макияжу вообще отлично подходит, сейчас я вижу, когда помада застывает, нету той проблемы, с которой столкнулась, когда первый раз открыла упаковку, мне кажется, действительно, дело в том, что она произведена в 2019 году, и просто уже за столько лет она уже отслоилась, и когда я первый раз ее использовала, там часть вытекла, часть, я даже не знаю, насколько многое, если честно, вытекло, потому что здесь достаточно хорошо все по стенкам размазывается, но распроизводитель заверяет, что до 2024 года я могу этим пользоваться, будем верить, давайте попробуем Kiss Proof, потому что здесь прям большими буквами написано, что она увлажняющая, окей, увлажняющая матовая помада, Kiss Proof, и должна целый день держаться, то есть Day Long Stay, контур в принципе возможно и от карандаша у меня чуть-чуть отпечатался, но это все равно нормальная стойкость, и я прям очень глубоко прокрасила, на зубах не остается, в принципе, я думаю, что это более чем нормальная стойкость, давайте я вам покажу все-все вблизи, можете рассмотреть, как выглядит сейчас тональный, мы украсимся уже с вами более часа, из них тональный наверное у меня на лице минут 20, он давно уже уселся и под пудрой выглядит данный момент вот так, макияж меня очень сильно вдохновляет, мне нравится, как все сочетается, и очень удивили меня, конечно, тени, так я тут немножко вблизи, когда посмотрела, заметила, что все-таки чуть-чуть скатался у меня фиолетовый, где видимо база эта была, то есть она не железобетонная, если у вас новейшее веко или жирноватое, то может тут что-то поплыть и лучше использовать какую-то базу, которая у вас есть своя, в которой вы более уверены, но я не сильно за это переживаю, так сейчас я тут все подправлю, потому что, ну, знаете, ничто не вечно, макияж не может у вас на лице быть просто там 24 на 7, но все равно я обязана вам об этом сказать, вот все хорошо у меня у этой цепочки, но она постоянно переворачивается, я более чем уверена, что я сейчас на монтаже посмотрю, такая Маша, не могла я поправить, что ли, ладно, ребят, простите меня за это, что я могу сказать по поводу Блэс Бьюти, меня очень приятно удивил этот бренд, однако, потому что я думала, что это будет что-то типа бюджетного дна или, знаете, такое что-то типа проходное, но по факту палетка очень не дурна собой, пигментация реально очень высокая, ее хочется добавлять в какие-то макияжи, она не сильно самостоятельная, как по мне, хотя здесь однозначно можно сделать какой-то макияж, я ее обычно беру, знаете, просто как какие-то добавочные элементы, то что здесь такой финиш, это и не сатин, и не шиммер, и не металлик, ни в коем случае, здесь есть отдельные блесточки, это что-то между шиммером и сатином, сатиновый шиммер, вот так это назовем, и мне кажется, на лето отличный вариант, очень бюджетный, очень классные оттенки, тон 0,5, советую, мне кажется, действительно бюджетная находка у нас, тональный тоже за свои деньги, ребята, да, он, конечно, там не сделал что-то магическое, но у меня кожа не плывет, у меня не подчеркнуты поры, но и не скрыты, вот просто как была кожа, так и осталась, то есть здесь нету ни эффекта блюра, ничего такого, что вы нанесли тон и такие, вау, моя кожа только лучше, просто нормальный, тональный, который хорошо перекрывает красноту, если вам нужен расходник для съемок, я вообще считаю, что это отличный вариант, поэтому можно, можно пробовать, помаду я куплю однозначно в другом оттенке, чтобы нормально потестировать и нормально поносить, потому что с этим оттенком я только из дома никуда не выходила, там, знаете, по кухне тестировала, поэтому мне сложно что-либо сказать, я, наверное, куплю какую-нибудь красную, с красным оттенком тяжело ошибиться, потому что я рассчитывала, что вот этот розовый будет такой же, как вот от Изабель Дюпон, но давайте тогда сразу перейдем к Изабель Дюпон, неплохая помада, но у меня почему-то не возникает желания что-либо еще пробовать от этого бренда, во-первых, возникает у меня вопрос, почему у них так давно произведена эта помада, или вся косметика так давно произведена, и тот факт, что она на меня вылилась, когда я первый раз ее открыла, знаете, у меня как-то, когда я беру матовую помаду, а я фанат именно матовых помад, я для себя, для своего личного использования редко покупаю помады в пуле, это всегда застывашки, поэтому я знаю, как они должны вести себя, как они должны выглядеть, и ни одна нормально уважающаяся матовая помада не выливается, потому что это либо муссовая текстура, либо что-то такое густенькое, то есть они бывают разной консистенции, но никак не должны выливаться, это же тебе там не тинт какой-нибудь водянистый, и я сейчас реально вспоминаю, что это была какая-то водичка, похожая на масло, поэтому я более чем уверена, что она просто отслоилась, если вы пробовали что-то от Azabel Dupont, я уверена, что пробовали, потому что вы как раз не об этом бренде и писали, напишите свой опыт использования, пожалуйста, возможно я просто купила что-то вот действительно чуть-чуть с душком, я тоже, конечно, прекрасно понимаю, что возможно у меня из-за хорошего опыта использования Эвелин, какое-то такое предубеждение к польским брендам в положительную сторону, ну вы сами видели, как все наносилось, я думаю, что за меня говорят продукты, и мне кажется, действительно можно обратить свой взгляд на Блэс Бьюти, очень даже неплохо, Блэс Бьюти, я такая думаю, так, ну раз об этом бренде так мало информации в интернете, наверное фигня какая-то, а нет, и такое, ребят, бывает, возможно, это просто развивающийся бренд, у которого действительно не успела как-то расшириться информация о нем, пробовали ли вы что-то, пишите обязательно внизу, буду рада вашей поддержке, чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх, подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео, а нам с вами, до скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч!